Частица пояса Пресвятой Богородицы прибыла в Казахстан. Начиная с Алматы, ковчег с Великой Святыни побывает во всех епархиях Русской Церкви в Казахстане. А жители 17 городов республики смогут поклониться и обратиться с сугубой молитвой к Божьей Матери. На казахстанскую землю прибыла христианская святыня, пояс Пресвятой Богородицы. В Алма-Ату, Вознесенский кафедральный собор, она была доставлена из России. На Русь части ризы и пояса Божьей Матери были переданы восточными патриархами. Пояс Пресвятой Богородицы – единственная сохранившаяся реликвия ее земной жизни. Согласно преданию, пояс был соткан из верблюжьей шерсти самой Богородицы. Первое чудо, связанное с ним, произошло с апостолом Фомой. Он горько скорбел о том, что не удостоился быть при последних минутах земной жизни и погребении Пречистой Девы, и не получил ее благословения. На третий день после успения Богородица явилась апостолу Фоме и передала ему в утешение свой пояс. В X веке пояс Богородицы был разделен на части, которые со временем оказались в Болгарии, Грузии и на Кипре. Сербский князь, великомученик Лазарь I, благотворитель многих церквей и монастырей в Сербии и на Афоне, подарил часть пояса Афонскому Ватопецкому монастырю. Одна из самых известных в России частей честного пояса хранится сегодня в московском храме в честь пророка Божия Ильи. Для христиан это имеет великое значение, потому что не всякий человек может поехать, поклониться ей в России еще где-нибудь, денег не хватает у людей. И поэтому ее приводят, и человек даже бедный самый может подойти и поклониться, помолиться о своем. Крестным ходом со святыня верующие в молитве прошли к Вознесенскому кафедральному собору. Чудеса, явленные посредством святого пояса, неисчислимы. По молитвам перед поясом Богородицы предотвращались эпидемии, катастрофы, исцеляются душевные и физические недуги, даже самые тяжелые болезни. В праздничных песнопениях говорится, что Богородица оставила нам свой честной пояс как покров, помощь и источник освящения. Из собора святыня будет перенесена для поклонения в Серафима Иверский женский монастырь. Затем она отправится в паломничество по епархиям Русской Православной Церкви в Казахстане. Продолжение следует...